На территории Тверской области активно идет строительство новых объектов. Нередко земля под новостройками относится к объекту археологического наследия. У Верхней Волжи богатые истории, список этот постоянно пополняется. Тему продолжит Ирина Чкунова. Весной 2020 года контролирующие органы проверили ход работ по строительству моста через реку Тьмака. Именно на этом месте расположен объект культурного наследия федерального значения Тверской Кремль. В силу своей уникальности и ценности для познания прошлого, все объекты археологического наследия отнесены законом к высшей федеральной категории историко-культурного значения и к особо ценным объектам, не подлежащим отчуждению из государственной собственности. На момент проверки на месте строительства моста шли работы по отсыпке с последующей укладкой бетонных плит для проезда к берегу тяжелой техники. Специалисты установили, что береговое укрепление разрыто экскаватором, чему свидетельство зубцы ковша. В образовавшемся котловане штыковыми лопатами велись земельные работы. Все это повергло участников проверки в шок, ведь работы велись, мягко говоря, в разрез с установленными законом правилами археологических исследований. При подготовке этого материала мы консультировались со специалистами и узнали, что методика проведения археологических раскопок предусматривает тщательную послойную разборку культурных отложений с графической и фотографической фиксацией всех конструкций, структуры грунтов и находок. Все это наносится на планы, чертежи, фотографируется, чтобы каждый шаг археолога был подтвержден документально. Требования комиссии предъявить копию открытого листа те, кто работал в котловане, выполнить не смогли. Документа у них не было. Поясним, открытый лист – это разрешение, на основании которого проводятся археологические полевые работы. И выдается такое разрешение сроком не более чем на один год. Уведомления о проведении археологических работ с копией открытого листа все же были представлены комиссией, но позже, после проведения контрольного мероприятия. Заметим, ответственность за археологические работы персональная. Не случайно открытый лист выдается конкретному человеку, обладающему достаточными знаниями, умениями и навыками. Кто же этот конкретный человек, отвечающий за качество проведения государственно значимых работ? В день проверки держателя открытого листа на месте работ не оказалось. Люди в вырытом ковшом котловане представились сотрудниками фирмы «Омега Мастер», связанной, по нашим данным, с коммерческой организацией «Т-НИИР Центр». Ее негласным руководителем, так сказать, серым кардиналом, является некто Хохлов. На протяжении нескольких десятков лет он делает все, чтобы стать монополистом на рынке археологических исследований Тверской области. Именно рынке. Потому что археологию, как науку, он уже давно не воспринимает, а арценивает ее только лишь как инструмент для собственного обогащения. Как отмечено в протоколе осмотра строительства моста через Тимако, место вскрытия грунта в нарушении установленных правил раскопок не разбито на археологические квадраты. Не установлены признаки проведения нивелировки поверхности. На месте проведения работы отсутствовали инструменты, необходимые для нивелировки. К сожалению, Хохлов, являясь сотрудником Института археологии Российской Академии Наук, сам сознательно игнорирует методику ведения археологических исследований, рекомендуемую его же институтом. Так, раскопки по его договорам в Твери проводятся в зимнее время без надлежащего обеспечения комфортных температурных условий. Культурный ссор разбирается при помощи тяжелой техники, а не вручную, как прописано в методике проведения археологических исследований. Возникает вопрос, какой смысл в этих нарушениях? Все это делается для ускорения процесса, чтобы уложиться в сроки, обещанные Хохловым своим заказчиком. Что будет с памятниками археологии, которые при таком подходе просто уничтожаются, ему безразлично. При этом он регулярно сообщает о нарушениях методики проведения археологических исследований другими специалистами-археологами с целью устранения конкурентов и монополизации рынка археологических исследований в Твери и Тверской области. А еще наш эксперт рассказал о нарушениях упомянутого нами учреждения при полевом обследовании в 2008 году в Старицком районе, где велась прокладка газопровода. В результате которого на проектируемой трассе были пропущены две знаменитые стоянки каменного века – Бутова-2 и Бутова-4. Следует отметить, что комплекс памятников эпохи камня у деревни Бутова имеет для археологической науки одно из важнейших значений. Недаром в честь данного населенного пункта названа целая мезолитическая культура – Бутовская. Однако специалисты организации, возглавляемой Хохловым, предпочли данные памятники археологии пропустить. Лишь в 2019 году по счастливой случайности в ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка сотрудниками Института археологии Российской академии наук были локализованы данные памятники, обследованы пути их обхода и предотвращена возможность их физического разрушения и уничтожения. Сейчас на территории Тверской области выявлены и состоят на учете почти 6 тысяч объектов археологического наследия. И список этих объектов постоянно дополняется за счет выявленных новых объектов путем археологических разведок и экспертиз земельных участков. Каким же образом можно строить бизнес на археологических исследованиях? Одним из коммерческих ходов является поиск и сознательное увеличение границ памятников археологии с целью их последующих исследований за счет потенциальных застройщиков. Ярким примером служат так называемые культурные слои исторических поселений. Как правило, для их обнаружения работникам достаточно несколько фрагментов керамики конца 19-го, начала 20-го века. И в орган охраны объектов культурного наследия уже подается уведомление о выявленном памятнике огромных площадей размерами до 30 гектар или даже 60 гектар. Например, как поселение Рылово Калининского района или как поселение Палкино в Калининском районе. При этом другие аттестованные Министерством культуры Российской Федерации эксперты на тех же самых участках памятников археологии не находят. Когда на государственную охрану ставятся такие площади, занятые так называемыми культурными слоями исторических поселений, то очевидно, что строительство в этом районе невозможно без предварительного обеспечения археологических исследований. Что, конечно, на руку той организации, которая данный памятник археологии открыла. Потому что в первую очередь за разъяснениями и производством дальнейших археологических исследований обращаются к исследователю, открывшему данный объект археологического наследия. Получается, поиск малозначительных для археологической науки памятников и искусственное увеличение их площадей поставлено на поток? Совершенно верно. И страдают от этого в первую очередь обычные граждане, у которых из ниоткуда в земле появляется объект археологического наследия, который нельзя копать без археологов. Но вернемся к строительству так обсуждаемого в Твери моста через Тьмаку. На основании проведенной проверки и выявленных нарушений требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По делу проводится административное расследование.